Всем привет! И снова вы в главной студии C++ Russia 2023. Паша, мой тезка, быстренько оброс и превратился в Сергея Платонова. Серега, привет! Как дела? Рад тебя видеть. Вообще, я сегодня подстригся оброс специально, так сказать, как перед свадьбой, знаешь, в баньку сходил. Еще надушился, наверное, чтобы в онлайне хорошо благоухать. Да-да-да, чтобы моя энергия, так сказать, успеха и хорошего запаха распространялась. Все хорошо, Паша, спасибо. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Да-да, все замечательно. И мы по нашей славной традиции хотим не только предоставить интересные технические доклады, но и рассматривать, вообще говоря, наше сообщество с разных сторон. И сегодня поднять такую интересную тему по поводу профсоюзов в IT. Чтобы было поинтереснее и погорячее, мы пригласили двух людей, которым раздали роли. Вы не думайте, что они такие, они будут отыгрывать сегодня роли, хотя эти роли, я думаю, могут быть и близки их внутреннему миру ощущения. У нас сегодня Витя, Виктор, который будет защищать сторону того, что есть такие вот профсоюзы в IT, и они, по идее, должны защищать права работников, программистов. И, Серега, кто у нас будет сегодня за сторону зла? И за сторону зла у нас будет Саша Бучук, который много раз нам рассказывал про всякие корпоративные разные штучки, но, правда, с технологической точки зрения. Теперь попросили его не только с технологической точки зрения об этом рассказать, но и, так сказать... Выступите адвокатом дьявола сегодня, да. Ну, тут еще тоже вопрос, что за адвокатом дьявола. Непонятно, кто из них адвокат дьявола, если честно. Давай позовем их в студию. Витя, Саша, всем привет. Коллеги, всем привет. Рад снова увидеть вас. Рад приветствовать всех на очередной Сиппераша. Знаменательные события. Каждый раз с нетерпением жду конференции. Спасибо, что пригласили. Рад участвовать в дискуссии. Спасибо, что пришел. Да, всем привет. Меня зовут Виктор. Я являюсь активистом профсоюза IT. Наш профсоюз в основном работает на территории РФ, но в том числе является профсоюзом на территории стран СНГ. Спасибо, что пригласили для того, чтобы отобразить нашу позицию. Надеюсь, что за эту встречу мне удастся показать, что профсоюзы не уничтожали Детройт, и это не только подарки на Новый год. Отлично. Ну, может быть, тогда с этого и начнем. Хороший день. Профсоюзы, да, не только подарки на Новый год. Я, как человек, выросший на этих подарках, помню, как ждал, когда маме принесут эти. Расскажи, пожалуйста, что тогда сейчас в современном понимании и вообще, что для вас, для тебя, как для активиста, ведь что такое профсоюз? Тема эта очень обширная, поэтому я постараюсь как можно вкратце обозначить. И как минимум хочу сказать, что профсоюз – это прежде всего реакция на определенные обстоятельства. И поэтому в зависимости от обстоятельств профсоюзы тоже будут разными. Если мы говорим про профсоюз США, либо про профсоюзы Европы, стран Скандинавии или даже стран СНГ, это все будет, по сути, четыре разных случая. Предположим, профсоюзы США отличаются там малочисленностью, но при этом они наиболее боеспособны, ну, с точки зрения отстаивания прав трудящихся. Там, допустим, профсоюзы Европы, они самые многочисленные, но при этом у них есть больше признаков, скажем так, желтизны, когда у них есть некоторые руководители, которые часто идут на сговор с теми или иными работодателями или государствами. Тут скандинавские профсоюзы, тут можно сказать, что они, в принципе, включены в юридическую систему этих скандинавских стран, и там вообще, ну, от профсоюзов, пожалуй, самое далекое отношение имеют. Ну, и профсоюзу стран СНГ, вот это восприятие, то, что это подарки на Новый год, то, что это членские взносы, оно как раз-таки нам досталось наследству от Советского Союза, где профсоюзы, по сути, имели такую декоративную достаточно роль и не отражали интересам работников. Ну, почему это происходило, эта тема не сегодняшней дискуссии, я думаю, но по факту, вот, хочу сказать, что наш профсоюз, у него нет ни членских взносов, ни подарков на Новый год, он именно занимается тем, что защищает права сотрудников, IT-специалистов. Витя, спасибо, спасибо за такое представление, а давай попробуем тогда декомпозировать, вот, и выбрать какой-то кейс, да, и вот каждый, может быть, выскажет свое мнение по поводу того, как могут вести себя компании в этом случае, и, например, по Союзу, и человек, который попал. Ну, вот, какой кейс приходит на ум первый? Наверное, какой-нибудь кейс про увольнение. Человека хотят уволить, причем хотят это, чтобы он написал заявление по собственному желанию. Это вот тот случай, который, например, с которым можно обратиться к профсоюзу? Ну, тут надо понимать, что значит обратиться к профсоюзу, то есть, прежде всего, если говорить про наш профсоюз, то мы не сервисный профсоюз. Да, вы можете обратиться к нам за помощью, но мы окажем консультацию, стратегию проведения в данном случае. Если мы говорим про само увольнение и склонение по собственному, то для IT-компании это очень часто встречающий случай. Мы прямо в своей практике постоянно с этим сталкиваемся. Почему так происходит? Ну, потому что IT-компания, опять-таки, это наша позиция нашего профсоюза, очень сильно избалована IT-сотрудниками. То есть, обычно, когда сотрудников IT-специалистов склонения по собственному, то те спокойно на это соглашаются, потому что считают, что, в принципе, найти работу на рынке не проблема, и сами компании постоянно тоже об этом говорят. Даже иногда предлагают помощь в трудоустройстве следующей компании. Наша позиция, конечно же, что необходимо следовать закону, законодательству, как минимум Российской Федерации, если мы сейчас именно Российскую Федерацию рассматриваем. И в этом случае, если к сотруднику не было никаких выговоров зафиксировано, то мы, естественно, будем настаивать, чтобы сотрудник требовал себе компенсации в виде трех средних заработных плат. Причем, если рассматривать именно законодательство Российской Федерации, это уже компромиссный вариант, потому что, если вы увольняете строго по закону, то есть в случае сокращения, то получится, что компания может выплатить от трех до пяти средних заработных плат, в зависимости от ситуации. Ну, там есть свои нюансы, я сейчас задаваться подробностей не буду. Вот, поэтому, да, наверное, стоит дальше тут немножко остановиться. Ну, то есть наша позиция, конечно, что в случае, если склоняют по собственному, то соглашаться не стоит, стоит требовать, соответственно, увольнения с третьей законодательства. Спасибо. Мне вот интересно мнение бизнеса узнать, да, как бы, Саша, как ты считаешь, вообще это нормально? То есть стал бы ты, как частное лицо, работать в компании, которая предлагает сотрудникам такое? Смотрите, я пытаюсь сейчас расставить точки над «и» у себя, вот, в понимании защиты, вот, и я вот обращаюсь с вопросом к тебе. Пока что я услышал, что профсоюз «Войти», вот, в том ключе, о котором ты рассказал, выступает в качестве такого просветителя, вот, о том, как себя вести, вот, а все-таки там протекция на каком этапе доступает, мне не очень понятно. Ведь, давайте так, если говорить про хорошие компании, вот, в плохих мы работать не хотим же, правильно? Все хотят работать в хороших компаниях. В хороших компаниях увольнение по собственному желанию, когда эта инициатива исходит от работодателя, как правило, уже сопровождается там какими-то предварительными, назовем так, диалогами, да, то, что ты назвал выговорами, ну, в любом случае, фиксация каких-то проблем, там, объяснение, почему. Бывает всякое. Давай, положу руку на тебя. Сейчас, 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 я же говорю, в плохих компаниях мы не хотим работать, только в хороших. Нет, нет. В хороших компаниях, да, вот, происходит этот предварительный диалог, и человек, понимая ситуацию, как бы он там расстается с компанией, в любом случае, даже если от инициативы от компании уходит, происходит некий там взаимный договор, там, с каким, назовем это, бонусом, да, уходит человек из компании, то есть там, либо там, с одним, с двумя, там, до пяти, все понятно. Но неужели на текущем этапе вот других протекционистских, как бы, действий со стороны профсоюза, как бы, ну, не может или не видно? То есть, если только вот за такие вещи проконсультировать, ну, вроде, мне кажется, и, как это, Google в помощь, ребята разберутся. Я еще не видел ни одного сотрудника, который смотрит, а глазами хлопает, и не понимает, что можно пять откладов попросить, если его просят на выход. Мы сейчас конкретный кейс рассматриваем. Ну, то есть, вот в этом кейсе, вот, все-таки, ты бы стал работать в такой компании, которая такое делает? Делает такое что? Вот давай. Ну, просят, то есть, пришли к кому-то, к твоему коллеге. Ты у нас сегодня отыгрываешь за капиталиста, и ты узнал, что кто-то из твоих коллег, может, даже подчиненных, требует от кого-то из своих подчиненных уйти по собственному желанию. Смотри, вот, если не вдаваться в подробности, вот, то такая ситуация, она плохая, она не должна происходить. Если, конечно, да, вдаваться в подробности, какие именно подробности, в моем виду? То есть, происходило ли что-то, да, есть ли история у этих событий? То есть, наверное, в большинстве, опять же, там, компаний есть там, либо какой-нибудь performance review, да, там, постановка задач, цели, контроль, KPI. То есть, что-то, что позволяет нам дать слово объективное, конечно, здесь там, со штрихом, но все-таки некую объективную оценку того, отвечает ли сотрудник ожиданием компании, да, приносит ли он ту полезность, которую от него ожидают. И если этого не происходит, и это мы фиксируем, как бы, и человек с этим согласен, потому что он знает о том, что к нему есть претензии, и мы его просим на выход, то вроде как все хорошо, мы не создаем друг другу проблему. Если же это происходит там из-за личной неприязни, из-за некомпетенции руководителя, то такая ситуация отвратительная, и тут нужно вовремя пресекать, я считаю, работа, ну, не знаю, может, и профсоюза там где-то, пока не понял, но вот работа руководителей каждого звена, который должен контролировать количество людей, извините, это дефицит на текущий момент, вот, качество их работы, вообще объем выполняемой работы, если вдруг кого-то мы увольняем, то первый же вопрос, если мой подчиненный там идет и увольняет кого-то, за что ты его увольняешь? Ты с ним разговаривал? Что произошло? Где контроль объективный со своей стороны, что он там это сделал или не сделал? Ну, если все четенько, все разложено, ну, да, как бы с человеком расстаемся, что поделать? Мы все деньги зарабатываем, вот, мы это не плюшки раздаем. Саша, и вот в ситуации, когда расстаемся, получается, ты тоже стоишь на позиции, что это сразу надо говорить о том, что называется по соглашению сторон. То есть это надо сразу ему говорить, давай мы сейчас будем оформлять по соглашению сторон и как бы поговорим, может быть, о компенсации на выходе и других формах поддержки, которые компания может оказать сотруднику на выходе. Смотрите, понятно, что там те ситуации, с которыми я сталкиваюсь, это я уже давно не увольнял и не общался на эти темы с ребятами, там, с разработки, там, тестирования, это, как правило, какие-то менеджеры, вот, и по соглашению сторон это, там, 99% случаев, когда мы так договариваемся. Но я знаю ситуации, где просят просто по собственному желанию из-за, ну, скорее таких вопиющих проблем, которые создал сотрудник. И его просят уволиться по собственному, чтобы просто никому нигде ничего там не портить карму и не, как это, не ругаться. Вот, когда люди, там, создают убытки, там, на много миллионов, там, уйо за счет своих недобросовестных действий и идут на это умышленно, вот, когда мы пытаемся уйти от уголовных дел, там, говорим, ребят, ну, либо давайте расстанемся по-хорошему, если как-нибудь решим задачу, ну, без компенсации. Вот, ну, такие ситуации бывали. Редко, конечно, но бывают. В каждом отдельном случае, там, разговоры с человеком индивидуальны, безусловно. А вот это интересно, кстати, я здесь, может быть, Витя хотел спросить. Вот Саша поднял правильную тему. Вот есть 99%, да, которые, ну, обычно как-то по процессу все проходят. Но есть вот этот какой-то один, полпроцента, одна десятая, которые конфликтные, проблемные. Вот с точки зрения, вот, профсоюза надо как-то защищать всех в среднем, или как раз в среднем все разберутся, а нужно в первую очередь сосредоточиться на защите или помощи, или консультации. Вот этого одного процента. Можно мы шаг на шаг назад сделаем просто? И Саша задавал вопрос, и мне кажется, у нас подвисло, что вот мне тоже не совсем сейчас понятно все-таки тогда роль профсоюза. То есть вот в этой ситуации мы выяснили. Виктор просто сказал такую фразу, что как-то сервисный профсоюз, или как-то так, да? Я не специалист. Давайте так. Я уже вначале говорил, что в зависимости от профсоюз, прежде всего, реакция на обстоятельства. И в разных даже странах, или даже в разных городах, или компаниях даже, они могут быть разные. Прежде всего, если говорим про наш профсоюз, то он строится в качестве модели, был взят в большей степени за основу профсоюза США, где принцип органайзинг является ключевым в функционировании профсоюза. В чем он заключается? Если вы украсили, то это когда вовлеченность важнее численности. То есть если у вас профсоюз из 100 человек, но при этом они все активны, это намного лучше, чем у вас 1000 человек профсоюз, из них только 10 активны. Если мы рассматриваем принцип овлеченности, то когда к нам человек обращается за помощью, то мы не будем за него делать работу. То есть мы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы он сам отставил свои права, был готов писать жалобы в прокуратуру. Но если совсем горячий случай рассматривать будем, был готов обращаться в инспекции труда, писать письма, разговаривать, заявлять о своей позиции директору. То есть, например, часто ситуация бывает, вот тут у Александра прозвучала фраза, а что сотрудник не знает о том, что может просить прийти окладов, по нашему опыту вообще не знает. Ну, то есть очень часто многие даже не подозревают, что, в принципе, можно свою позицию обозначить, перевести ее в более официальное русло. И, кстати, эти компании, как правило, идут на позицию сотрудника, потому что нет опыта по обработке этих ситуаций, потому что, как я уже сказал, эти компании очень избалованы сотрудниками, они, как правило, просто соглашают по собственному. Но когда человек заявляет о своей позиции, то у нас, по нашей практике, в 90% случаев компания идет на его условия. Теперь поговорим, наверное, о том, когда есть, ну, то есть, кого нужно поддерживать. Значит, профсоюз априори на странице сотрудника. А это вот, если рассматривать ближайшую модель, это вот есть, допустим, суд. Там есть прокурор, есть адвокат. Вы же не будете требовать адвоката, чтобы он занимал позицию прокурора, например, или прокурора – позицию адвоката. Но в процессе действительно эти позиции могут кредитальным образом поменяться. Предположим, если вдруг станет понятно, что сотрудник нанес какой-то вандализм, то есть мы никаким образом вандализм, например, не поддерживаем, то понятно, что мы в итоге встанем на сторону работодателя в данном случае. Но это нужно будет доказать. То есть априори всегда, изначально, мы всегда на стороне сотрудников. И это просто факт, который, ну, можно принять там и, в принципе… Ну, то есть это априори так. Ну, наверное, ответил я на вопрос. Нет? Или что-то еще? А можешь раскрыть про вандализм? Это что? Это когда тебя уволят, хотят уволить, а ты пошел и стер базу продавую? По нашей… Ну, рассмотрим самый простой случай, например. На моей практике было человек комитил в мастер-ветку, при этом она не собиралась даже, например, да. И при этом, ну, он хотел, чтобы его права, допустим, отстояли, да. И тут понятно было, что, ну, налицо некомпетентность, в принципе. И в компании, в принципе, в таком случае даже легко можно было бы и по официальному пути сотрудника уволить и доказать, что он, допустим, некомпетентен в своей области. Ну, это такой прямо вопилучий случай, который вот я могу вспомнить на практике, в котором сталкивался, допустим. Что касается акта вандализма, ну, когда ты намеренно наносишь ущерб компании, ну, там, допустим, в ее прибыли, да, то есть, когда ты, ну, для отставления своих интересов. То есть, ну, конечно, мы против этого будем. Спасибо. И вот можешь еще немножко раскрыть, может быть, тоже для наших участников, как обозначить свою позицию? Вот та же самая ситуация, да? Хотят уволить. Как, что правильно сказать, чтобы обозначить свою позицию, что ты, в принципе, не против, если будет достигнутся соглашение сторон на твоих условиях? Ну, во-первых, часто компании пытаются это все в устном виде сделать. То есть, первый шаг – это перевести все в официальное русло. То есть, вы вам сообщили устно, а вы в ответ делаете письменное заявление в электронном виде с копию на юридический андрес компании и с выдавлением о доставке о том, что вас в такое-то время при таких-то обстоятельствах склоняли по-собственному, но вы при этом не согласны с этими условиями и согласны на то, чтобы вам либо выплатили три средних заработных хвата, либо сокращали в соответствии с 81-й статьей ТК РФ. Вот это, по сути, наша такая общая рекомендация. И дальше уже идет вилка, что как отреагируют на это событие IT-компании. Ну, по нашей практике 99% случаев компании идут сразу же на условия сотрудников, потому что просто они к этому не привыкли, когда они видят, что… Причем начинают даже удалять переписки о том, что пытаются склонить по-собственному, пытаются отрицать факт склонения по-собственному и так далее. То есть общая рекомендация – всегда переводить такие разговоры в официальное русло. Или вообще требовать, если кто-то утверждает, что некомпетентен, а давайте выговоры. То есть перформанс-ревью – это все, конечно, очень здорово, но по факту это не является каким-то юридически значимым даже документом. То есть если считать, что некомпетентен, делайте выговор, будем разбираться. Ну, примерно так. Дальше уже, когда мы написали письмо, там уже вилка возникает, как себя поведет компания. Но я повторюсь, что 90% случаев компания идет на условия сотрудника, но вот иногда она пытается дальше какие-то действия делать. И там вариации очень много разных. Как бывает, вплоть до того, что пытается… То есть если, допустим, эта проблема не одна, мы сейчас часто имеем дело с массовыми сокращениями. В этом случае мы не просто уже консультируем, мы занимаемся именно организацией коллективной борьбы, в том числе с освещением ситуации в СМИ, помогаем правильно заявлять иски в прокуратуру. Кстати, как оформить иск прокуратуры, куда ее направить – тоже немаловажный вопрос, если прямо до горячей такой фазы дошел конфликт. Но на моей практике это, по-моему, только пару компаний в итоге доходили прямо до горячей фазы. Обычно все заканчивается вот этим юридическим письмом. Спасибо. А давайте чуть-чуть снизим градус, но в том числе, может быть, разберем ситуацию более частую – переработки. Вот, Саша, по твоему опыту, тебе приходилось когда-то с людьми говорить о том, что ребята, надо поработать, давайте останемся, давайте уйдем выходные, а давайте отменим отпуска. С твоей точки зрения, зачем это вообще нужно и нужно ли? Смотрите, любая переработка – это ошибка планирования, то есть это ошибка менеджера. Любая переработка – это ошибка менеджера. Что бы ни произошло, даже если косяк был в коде, потому что там неправильно была архитектура, это все равно ошибка менеджера, он не заложил буфера для того, чтобы отработать в заявленное время. Но, как пресловутое «но», но когда эта ошибка осознанна и начинается взвешиваться, что нам дороже, что нам дешевле, именно взвешиваться. То есть это не должна быть какая-то опрометчивая, а я хочу просто закрыть проект и любую цену. Нет, взвешиваем. То есть сколько мы потратим денег, потому что мы тратим деньги на то, чтобы ребята выходили в нерабочее время, в выходные, оплачивая двойные оклады. Сколько будет стоить выход этих сотрудников и какие деньги мы спасаем, выходя вовремя в продакшн. Если все совпало, то с понятным объяснением, я, во всяком случае, выхожу к сотрудникам, говорю, ребят, смотрите, такая-то проблема, тут факапили, lessons learned будет позже, сейчас нам нужно спасти ситуацию, и вот выходим там тогда-то, тогда-то там, все, как бы войной оклад, заявление на переработки, прошу прислать в ближайшее время. Поэтому, да, ситуация плохая, но тушение пожара вполне себе приемлемое. Про отпуск даже говорить не буду, это святое. Не знаю вообще причин, по которым нужно человека не пустить в отпуск или вызвать оттуда. Не придумал за всю жизнь ни одну, честно. Сам не сталкивался и ни разу не придумал ни одну. Надеюсь, что это какая-то проблема, которая когда-то изживет себя. Потому что мы, если я шапочку разработчика на себя одену, мы такие ребята, которые работаем гораздо больше времени, чем теперь, словом, это 8 часов. И мемные картинки, когда разработчик встречает пятницу, он программирует выходной, он улыбнулся и дальше программирует, только уже без штанов, сидя где-нибудь в парке. В общем, количество времени, которое разраб тратит, инженер в общем случае не обязательно тратит на то, чтобы принести полезность, оно огромное, и уж на отпуск посягать, наверное, незачем. Ну, я отвлекся, возвращаемся к переработкам. Да, переработки — это инструмент, это обоюдоострая бритва. В общем, нужно аккуратненько ей пользоваться. Спасибо, спасибо. Но вот Саша сразу выступает с позиции, что сразу оплачиваем мы. А наверняка есть и другая ситуация, когда как-то мотивируют, но не оплачивают. У нас недавно же был праздник 1 мая, День солидарности трудящихся. Если я правильно помню историю, как раз еще до конца 19 века выступали за 8-часовой рабочий день. Витя, а вот тоже вопрос переработок — это вопрос к профсоюзу, и более того, там же он распадается на два вопроса. Оплачиваемые, или, например, все равно оплачиваемые, но сверх норм, или неоплачиваемые. Вот как быть в той либо другой ситуации, где здесь профсоюз может помочь? Вот я очень четко обозначил, по сути, два класса эквивалентности проблем, с которыми работает профсоюз. Значит, первый класс эквивалентности — это традиционные проблемы любого профсоюза, когда вот склонение по собственному идет, когда, допустим, не оплачиваются переработки, когда не пускают в отпуск. И, кстати, кажется, что это довольно редкое явление, но вот мы в профсоюзе проводили опрос, оказалось, что 60% как минимум с одним из этих явлений сталкивались в своей практике. А второй класс эквивалентности — это проблемы специфические, которые, к сожалению, как правило, айтишники сами по себе не фиксируют как проблему. И вот переработка — это такая достаточно болезненная тема, которую мы в профсоюзе пытаемся с ней работать. То есть мы говорим сейчас о переработках, когда человек сам берет, перерабатывает, допустим, там, ну, например, считает, что не справляется из-за синдрома самозванца, например, или перед ним неадекватный дедлайн поставили изначально, и он пытается в этот дедлайн влезть своими силами переработать. И вот с этой проблемой мы пытаемся... Мы пока не понимаем, как это, в общем-то, донести до IT-специалистов, но мы считаем, что это, конечно же, очень плохо. То есть всегда нужно стремиться к грамотному планированию, и с этим даже я могу согласиться с Александром, что переработки – это всегда проблема планирования. Поэтому к оплачиваемым переработкам мы относимся с пониманием, если сотрудник на это согласен, его не заставляют, к неоплачиваемым переработкам, скрытым, мы относим к, так называемым, скрытым проблемам, которые IT-специалисты во многом не признают. Но благо, кстати, что переработки, по сути, сейчас являются таким мейнстримом для движения профсоюзного в IT-сфере как раз таки. То есть если мы посмотрим примеры на Activision Blizzard, на различные геймдейв индустрии, то там движущим лейтмотивом создания профсоюзов как раз таки являются бесконечные кранчи. И там это, по сути, кранчи являются частью производственного процесса, что, конечно же, в принципе, недопустимо. То есть когда переработка – это как инструмент в случае какого-то аврала, и при этом сотрудник согласен на оплачиваемую переработку, это норма. Но когда кранчи становятся частью производственного процесса, это, конечно, та вещь, с которой мы пытаемся бороться. Правда, тут нам пока похвастаться мало чем, потому что нам все время приходится в своей агитации сталкиваться с непределивым барьером, что профсоюзы – это Детройт разрушили, и подарки о Новый год, и вообще как бы проблем у атишников нет, они всегда могут найти новую работу. И поэтому, когда мы пытаемся объяснить, что все-таки у даже атишников, у которых хорошая зарплата, которые конкурентны на рынке, которые там сидят в хороших компаниях, у них все равно эти проблемы есть. И вот переработка как раз таки является одной из этих проблем. Спасибо. Серег, а у тебя какое мнение? Ты перерабатываешь, вот честно скажи. Если честно, тяжело уследить, я неравномерно распределяю свое время. Так что думаю, что вряд ли на самом деле. Если смотреть по неделям, то нет, если по дням, то иногда да. А в этом как раз фишка – размазать, чтобы нельзя было посчитать, да? Да, да. Саша вот говорил про хорошие компании. Могу похвастаться, что я, когда первую неделю работал, то на каком-то там типа синкапе, менеджер так мягко отругал моего коллегу за то, что он только что вышел из отпуска и в отпуске выходил в чатик, отвечал на вопросе и говорит, смотри, у нас тут новый человек, а что он подумает про культуру нашей компании? Он подумает, что мы тут работаем в отпуске, такого быть не должно. Поэтому, пожалуйста, напиши мне вот этот день, компенсацию, я тебе верну один день отпуска. Так что вот бывает так, вместо края. Это хороший пример, хороший. Можно я все-таки еще раз это побуду тем самым занудой? Конечно, конечно. И смотреть, Виктор, профсоюз, вопрос для меня, профсоюз – это отстаивание прав, как вы сказали, трудящихся. И хочется понять, эти рамки, они же сейчас в IT, наверное, ограничены только тем административным законодательством, уголовным законодательством, но я сложно себе представляю соблюдение прав трудящихся относительно каких-то правил в рамках производственного процесса, то есть критерий производственного процесса, нарушения вот этих вопросов. Мне кажется, без стандартизации, без вот этого всего, как мы на заводе не у станка, мы творим все творцы, здесь же ничего не поделаешь. Саша, а можно я твои слова попробую перевести? Это когда ты разработчиков заставляешь сначала тесты писать, а потом еще все ICD делать, ведь они встают и скажут, вы что, с ума сошли, мы разработчики, а вы нам заставляете эти ямлы, короче, или XML-ы тоннами. Ты про вот это? И про вот это в том числе. Но я к тому, что настолько разнообразная сфера деятельности, в настолько разнообразную сферу деятельности проникает разработка, мы пишем программы для просто чего только не пишем, со своими стандартами, уточнениями, с правилами поставки и так далее, и так далее, и профсоюзу вряд ли это удается контролировать. И мне кажется, не кажется ли мне, что в данном случае роль профсоюза становится такой узкой специализацией относительно только конфликтов такого административно-межличностного отношения, но не более. Так, ну в целом я согласен по установке вопроса. То есть действительно в IT-сфере сложно придумать какую-то унификацию, по крайней мере, на текущий момент, что, кстати, не факт, что будет в будущем. И тут это, кстати, отсутствие этой унификации – это одна из причин переработок. В чем она заключается? Вот, по сути, каждый программист всегда рискует встречаться с некой роковой задачей. То есть нельзя сказать, что есть вот какой-то баг, и ты его точно там профиксишь в какой-то определенный период времени. Ты всегда можешь, даже если этот баг выглядит легким, засесть, не знаю, там, на него на неделе, там, и так далее. И это одна из причин переработок на психологическом уровне, что человек в этом случае начинает винить себя, считает себя некомпетентным, схватывает синдром самозванца и начинает добровольно перерабатывать. И в данном случае функция профсоюза – объяснить ему, что это не так. Типа, что если ты сталкиваешься с такой проблемой, это, в принципе, норма для индустрии, и не есть суть твоей проблемы в том, что ты некомпетентен, а в том, что есть такого рода проблемы, с которыми надо действовать по-другому. Как действовать? Уникального способа, наверное, нет, но, предположим, у нас же есть agile практики, не знаю. Если компании часто agile практики как раз-таки используют в свою собственную пользу, в том плане, что мы просто соберем классных умных ребят, они сами что-нибудь придумают. Но если почитать манифест agile, в котором, допустим, сформулировано, что результат важнее процесса, и в каждую итерацию пофиксить именно тот результат, который получился, и если научиться грамотно применять именно этот принцип, то формально он часть рода, какое-то количество этих проблем сразу отсекает. Ну, предположим, если человек засел больше, чем в одной итерации над какой-то проблемой, то, может быть, в этой итерации стоит ее вообще отсечь или, допустим, заложить на нее больше времени, чтобы не загонять человека в то, что вот он получил баг, он не справился, поэтому он начинает перерабатывать, начинает пытаться изучить темы какие-то новые для того, чтобы этот баг пофиксить и при этом не приходит к результату. И в итоге это приводит к добровольным переработкам. То есть, отвечая на твой вопрос, мы признаем то, что в IT-сфере, в принципе, унификации нет, но при этом профсоюз, ну, мы опять-таки сейчас говорим про какой-то вымышленный сейчас мир, то есть на текущий момент профсоюз действительно работает в основном только с первым классом эквивалентности проблемы, это классические проблемы конфликтных ситуаций. Вот это вот второй класс эквивалентности, когда мы хотим залезть именно, чтобы обрабатывать ситуации вот этих вот скрытых переработок, мы пока не знаем, как с этим действительно, ну, то есть рецепта какого-то готового по решению этой проблемы нет. Но очевидно, что мы можем вычленить некоторые факторы, которые этому способствуют. Ну, первый фактор, я уже сказал, отсутствие унификации, то есть неправильно поставлен производственный процесс, вот эти жесткие дедлайны, которые умри, но сделай. Вот. А второй фактор, мы можем говорить о том, что... Так, сейчас мысль потерял. Да, давайте... Ты пока вспоминай... Давай, комментарий тогда, да? Да-да-да, давай. Саша даст комментарий. Да. Сейчас, ну, прозвучали правильные слова, там, мы важны, там, про отслеживание того, чем человек занят, да, и контроль его работы с точки зрения, там, эффективного использования своих сил, средств, там, да, в моменте, там, вообще, people management, тот самый people management, это, мне кажется, работа руководителя подразделения, там, team lead, либо, там, project manager, ну, в зависимости от размера команды. Получается, что при... При грамотной работе PM, да, опять же, там, профсоюз вроде как отдыхает. А при неграмотной работе PM, профсоюз что, получается, должен учить PM работать, там, или тем ли да? Так, что ли? Все, смотри, используй практики, чтобы человек не выгорел фиксер багу в две недели. Так, что ли? Ну, вот как раз мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Профсоюз – это, прежде всего, реакция на проблемы. То есть, ответ на тот вопрос, что если PM, там, что-то делает не так, он порождает проблемы. Если у тебя производственный процесс сводит к тому, что постоянные переработки, это неизбежно порождает проблемы, даже если айтишник поначалу этого не признает. И роль здесь профсоюза – эти проблемы разрешить. И причем, каким именно образом, ты сам говорил, что нет общей унификации, поскольку IT-отрасли, каким именно образом в конкретном случае будет разрешаться проблема, это зависит конкретно от компании. Я могу, например, сказать, как минимум, один случай на практике, когда компания была на грани банкротства, пыталась, значит, уволить своих удаленных сотрудников, ну, как по-собственному. В итоге у нас получилась коллективная жалоба, допустим, мы коллективной жалобой занимаемся, когда у нас по одной проблеме не менее пяти человек обращаются к нам в профсоюз. И в рамках этого процесса нам удалось в итоге договориться с компанией, ну, точнее, мы никогда напрямую с компанией разговариваем, мы говорим как раз-таки через сотрудников, которые обращаются к нам с проблемой. Удалось, во-первых, этих сотрудников оставить на рабочие места, и, поскольку компания была маленькая, привлечь этих сотрудников к управлению компанией. И, по сути, когда компания продемонстрировала большую степень открытости перед своими бюджетами, сколько у них заложено, какие-то там заказы есть и так далее, нам удалось, с одной стороны, сохранить саму компанию, с другой стороны, разрешить этот конфликт. И, по сути, может быть, мы и не можем какой-то рецепт общий сделать, как вообще к этим проблемам не приводить. Но как разрешить эти проблемы, мне кажется, мы можем предоставить некие схемы для того, чтобы, то есть просто тупо, на самом деле, как правило, устроить диалог. Давайте углубляться в различные кейсы, когда это может быть полезно и сотрудникам, и бизнесу. Вот Саша хотел, наверное, дальше выяснить, где профсоюз может быть полезен и бизнесу. Я хотел выяснить, но мы в перерыве перекинулись словами, и Виктор предложил больше к практике перейти, и предложил обсудить как раз момент, связанный с Legacy-кодом, ребятами, которые устали ковыряться в чем-то старом, и здесь есть какая-то помощь профсоюзу. Повтори, пожалуйста, этот тезис, давай его обсудим. Ну, опять-таки, помощи профсоюза нельзя говорить, потому что, как я уже говорил, мы не сервисный профсоюз, поэтому мы скорее будем объяснять, каким образом сотрудникам, которые сталкиваются с таким проблемой, объединятся для того, чтобы можно было бы в том числе решать проблему с Legacy. Значит, в чем, как правило, проблема с Legacy? Обычно она очевидна всем разработчикам, но не очевидна собственной компанией, потому что для них, по сути, менять Legacy на более модернистскую структуру – это всегда риск. И профсоюз, по сути, при диалоге с собственником компании может обеспечить необходимый уровень диалога для того, чтобы, во-первых, складить собственника для того, чтобы он все-таки на какие-то риски пошел, а, во-вторых, минимизировать эти риски, потому что в этом случае какая-то Legacy будет менять не один какой-то сотрудник, которому это не нравится, а некая, по сути, структура внутри профсоюза, которая будет обладать свойством перманентности, независимо от того, кто-то уволился или нет. То есть для бизнеса, по сути, это получается некая точка ответственности, с которой она может просить результат. Для сотрудников это возможность побороть вот эту древнюю проблему, которая очень сильно характерна, кстати, для C++-разработки. Я уверен, что большинство сейчас послушают доклады на C++ и вернутся к своим собственным проектам, править XML-ки. Хотя на конференции слушали интересные доклады про применение искусственного интеллекта, про производительность максимальную и так далее. И в этом случае, но, опять-таки, мы сейчас рассматриваем гипотетическую возможность. То есть профсоюзы в IT в целом, они сейчас на ранней стадии развития находятся. Связано это, возможно, с тем, что прошли волны сокращений. Возможно... Ну, тут, в общем, отдельная дискуссия, почему это происходит. Но мы фиксируем то, что эти профсоюзы начинают расти как минимум за рубежом. Ну, а в нашем случае наш профсоюз существует с 2017 года. Вот. И по факту из... То есть, ну, при этом наш профсоюз какое-то долгое время был в некое подобие спрячки, но последние несколько лет из-за массовых волн сокращений он, по сути, реанимировался и начал достаточно активно в этом случае действовать. Вот. То есть, вот эту вот ситуацию, когда через профсоюз мы можем воздействовать на производственный процесс с целью изменения легоси, это все еще гипотетическая ситуация, но мы ее рассматриваем как то, что это может быть реально полезно в том числе битусу. Ну, надеюсь, я объяснил. Да, спасибо. Мне сложно согласиться, что эта ситуация с профсоюзом отработает, потому что придется профсоюзу понять необходимости бизнеса, сформулировать в терминах бизнеса необходимость, обосновать, что это не затратная история, а она в итоге выгодная. Такая работа... Подождите, не профсоюзу. Тут же как раз Виктор делал упор на то, что это не профсоюзу, это самим работникам. Даже если мы говорим про самих работников, как раз я тогда чуть-чуть прорекламирую. Через несколько дней на оффлайн днях Сипираша я буду делать свой доклад, и я буду затрагивать как раз тему работы с техническим долгом, с легоси и аргументами в пользу того, чтобы от него избавляться. И уверяю вас, что сформулировать такие тезисы со стороны разработчика, которые в какой-нибудь фич-тиме, в крупной конторе занимаются этим легоси, очень сложно. Потому что взгляды за стола у нас всех разные. Кто-то под стол смотрит, тот увидит блюдо на столе. И понять, каких блюд не хватает на столе, пиля очередную ножку, очень тяжело. И сторонним людям помочь даже в подобного рода формулировании, не интегрируясь внутрь потребностей бизнеса, очень и очень сложно. Поэтому сама позиция хорошая, мне нравится. Мне как разрабована нравится легоси. От него надо избавляться, тех долг это плохо. Но с точки зрения менеджера, когда мы говорим про планирование, про затраты, донести до меня о том, что легоси – это плохо, то есть это такой тяжелый труд. Смотрите, хорошая позиция, считаю. Но проблема, в парадоксе в чем заключается? В том, что компании сами наделяют свойства сотрудников разбираться в бизнесе. Но вспомните, когда вас последний раз спрашивали, какой бизнес-вэли вы приносите на очередной перформанс-ревью. Поэтому, если бы у нас действительно было такое жесткое разделение, что вот есть IT-специалист, у него есть свой собственный какой-то спектр задач, который прописан в должностной инструкции, вот он их выполняет, а вот задачи бизнеса – это вот они сами разбираются, там в риск-мэзу делают и так далее. Но мы-то имеем ситуацию в IT-сфере абсолютно иную. Как правило, бизнес наоборот пытается разделить свои риски с сотрудниками, когда спрашивают, допустим, какой бизнес-вэли он не приносит. То есть вот это свойство разбираться в бизнес-процессах компании сами наделяют IT-специалистов этим свойством, то есть не сами сотрудники. И поэтому то, что в замечании Сергея было, что это и сами сотрудники будут разбираться, они профсоюз тоже верно. И они уже по факту должны понимать, а что выгодно компании, а что нет, потому что они изначально это пишут в своих перформанс-ревью, и это, в принципе, является целью перформанс-ревью показать, какой бизнес-вэли они принесли к компании. Получается, для сотрудника. Ну, так-то. То есть если ты начинаешь понимать свой бизнес-вэли, который приносят сотрудники, и ты делаешь что-то, например, объясняешь, что по пользу отказа от Legacy, то кажется, что это... И раньше ты этого не мог сделать, а тут сейчас вдруг ты переосмыслил, что ты сделал, разобрался в том, как работает компания, то можешь оплаяться на новый грейд уже. Ну, и тут мы, кстати, плавно переходим к тому, а что есть профсоюз? На самом деле, вот если сотрудники сейчас проводят метапы внутри компании, и они на этих метапах начнут в том числе обсуждать рабочие вопросы, ну, например, там, необходимость перформанс-ревью пользы от него, какая она сотрудникам идет, или там, а вот у нас большое количество Legacy кодей, давайте что там делать. Это уже, по сути, можно сказать, профсоюз. То есть из-за того, что у нас есть некое наследство от СССР, а то, что профсоюз – это вот обязательные членские взносы, подарки на Новый год и так далее, нет понимания, что, по сути, профсоюз – это просто коллективная работа сотрудников для улучшения своих условий труда. И для этого даже не обязательно регистрировать его. Если мы посмотрим федеральный закон на профсоюз Российской Федерации, то там регистрация профсоюза – это прежде всего возможность, а не обязанность. То есть там, если профсоюз хочет, то вы можете его зарегистрировать, а можете вообще не регистрировать. И, по сути, любые коллективные действия можно назвать профсоюзными действиями. Поэтому на самом деле, и по моему глубокому убеждению, эти коллективные действия принесут и пользу бизнесу в том числе. Потому что бизнес, как правило, он тоже хочет, допустим, выйти на какие-то новые рынки, ставить неадекватные дедлайны. Но это очень сильно заметно в геймдеве. То есть откуда у нас постоянно идут вот эти сообщения о кранчах, в бесконечных наработках, там, по сути, собственники постоянно ставят эти вот невыполнимые дедлайны, потом выкатывают на релизе абсолютно багованные продукты, и это в итоге идет в минус и репутации компании в том числе. Некоторые продукты вообще после этого закрываются. Вот профсоюз в таких компаниях, по сути, он бы не допустил, во-первых, такой ситуации. Да, он умерил бы аппетит собственников этой компании, но при этом он позволил бы выпустить на выходе более качественный продукт, но с большими при этом сроками. Вот. И поэтому хотелось бы, чтобы поняли, что профсоюз, это в целом, он не против компании, он, именно профсоюз, больше собственника, как правило, заинтересован в процветании своей собственной компании. Потому что для собственника компания часто является просто цифрами на своем счете и больше ничего. А вот сотрудникам профсоюза, то есть сотрудникам компании, для них это, по сути, жизнь, где они проводят как минимум одну третью своей жизни. Вот. И поэтому вот хотелось бы донести, что профсоюзы не отрушали Детройт. Мы, они, наоборот, пытались сохранить Детройт в том виде, в котором он был, потому что тогда, если посмотреть тоже историю этого конфликта, возник китайский рынок, на которые начали переходить производственные мощности, и профсоюз, как реакция на новые обстоятельства, пытался как раз-таки, по сути, сохранить вот это производство автомобилей в Детройте, а не попытаться как можно больше себе прибыли, и чтобы ничего не делать, как обычно это считать, забрать себе прибыль, ничего не делать. Звучит, если первую половину твоего спича прокомментировать, звучит так, что грамотно проведенные ретро, это половина дела профсоюза прям. В принципе, да. Ну, то есть, ну, тут важно понимать, что коллективные действия, да, и грамотно проведенное ретро, если оно в том числе затрагивает и условия труда, в целом, да, ну, то есть, мы не говорим, что профсоюз обязательно нужно, не знаю, вступить, получить, не знаю, партбилет или что там еще, и после этого строить его. Нет, пожалуйста, выстраивайте, главное, главное, это согласиться на коллективные действия, то есть, у нас, у IT-специалистов часто бывает, ну, очень развит индивидуализм, и понятно, почему он развит, потому что, в целом, он в большинстве, ну, когда особенно рынок развивается, он работает, ну, типа, не нравится, что-то взял, там, пошел, пришел на новое место работы, но в чем проблема такого подхода, ну, вот, предположим, перформанс-ревью, нам встретить компанию, где его нет, уже сложно, и даже если вы согласились, вот, на текущем месте, ушли на другую компанию, то, и вам при этом перформанс-ревью не нравится, вам будет достаточно сложно найти такую компанию, где, допустим, его нет уже сейчас. Витя, если позволишь, я возьму себе слово, чтобы подвести краткий под итог, мне кажется, вот эта классная мысль, которая, похоже, понравилась всем участвующим, да, вот это коллективное действие, то есть если у вас есть проблема производственная, не надо ее скрывать, собирайтесь вместе, обсуждайте, хотя бы в формате метапа, и, возможно, это будет полезно и IT-сотрудникам, и бизнесу. Вот, мне кажется, это отличный тейкауэй с нашего сегодняшнего обсуждения, плюс ко всем остальным, которые мы вынесли. Я думаю, пора поблагодарить наших сегодня участников, представителей обеих сторон. Витя, Саша, спасибо вам большое. Спасибо. Да, все, спасибо. Зрителей тоже. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. И всем хорошей конференции. Да, ребят, увидимся. Всех рад был видеть. До новых встреч. Пока-пока.